Окончившийся сезон Оно бы с легкостью могло породить новых поклонников и собрать вокруг себя еще больше внимания Несмотря на многочисленные слухи, достоверная дата выхода новых серий не установлена Сейчас можно только надеяться на начало съемок и остальной работы над сериалом После этого официальная дата премьеры не заставит себя ждать Нам только остается ждать новых подробностей о продолжении анонса, интригующих трейлеров и других новостей об этом сериале И если будет что-либо известно, мы обязательно сообщим вам в нашем новом видео Каскадеры в фильмах и сериалах — герои индустрии развлечений Это те, кто делает невозможное возможным Те, кто воплощает в жизнь последовательности действий И те, кто рискует своей жизнью, чтобы звезды хорошо выглядели на экране Эти люди являются высококвалифицированными профессионалами Которые проходят строгую физическую подготовку и практику Чтобы обеспечить свою безопасность во время этих смелых подвигов Но каскадерская работа заключается не только в выполнении смелых трюков Каскадеры также играют решающую роль в создании правдоподобных боевых сцен От хореографии до исполнения эти люди неустанно работают над тем Чтобы зрители полностью погрузились в происходящее на экране Их работа настолько органична, что часто трудно сказать, где заканчивается актер и начинается каскадер Несмотря на невероятное мастерство и храбрость, необходимые для их работы Каскадеров часто упускают из виду и недооценивают Они рискуют своим телом, чтобы создать невероятные моменты развлечения, но редко получают заслуженное признание То, что они делают, совсем непросто Они тратят часы, дни, даже недели на подготовку к одному трюку, следя за тем, чтобы каждое движение было рассчитано и отрепетировано до совершенства А когда дело доходит до выступления, ошибиться нельзя Каждый трюк – это просчитанный риск Вот почему каскадеры тщательно тренируются и работают с лучшим доступным оборудованием для обеспечения безопасности От ремней безопасности и набивки до подушек безопасности и тросов Но, несмотря на риски, каскадеры любят то, чем занимаются У них есть страсть к действию и любовь к приключениям, которые заставляют их раздвигать границы возможного Важность маркетинга для фильмов и сериалов невозможно переоценить Это клей, который держит все вместе Это двигатель, который увеличивает доход И волшебная палочка, которая превращает посредственный фильм или сериал в хит-блокбастер В современном быстро меняющемся мире люди засыпаны бесконечным потоком контента С таким количеством шума новым постановкам сложно выделиться и привлечь внимание людей Здесь на помощь приходит маркетинг Сила хорошо проведенной маркетинговой кампании может создать или сломать успех сериала или фильма Многие готовы посмотреть фильм только из-за хорошего трейлера Вы когда-нибудь были настолько заинтригованы рекламным плакатом, что не могли устоять перед просмотром фильма? Это магия маркетинга Создавая предвкушение, маркетинг может создать ощущение срочности Заставляя людей чувствовать, что они не могут пропустить последний хит Как будто тебя пригласили на самую крутую вечеринку в городе Показывая фрагменты информации и давая зрителям представление о том, что будет дальше Маркетинговые кампании могут создать предвкушение и заставить людей говорить о продукте Еще до того, как он появится на экранах Маркетинг также играет решающую роль в распространении контента Без него фильм или сериал никогда не попадут в ваш местный кинотеатр Именно маркетинговые кампании убеждают дистрибьюторов рискнуть в проекте И инвестировать необходимые ресурсы, чтобы представить его аудитории Еще одним ключевым аспектом маркетинга сериала и фильмов Является продажа товаров, связанных с проектом От фигурок до футболок фанаты любят демонстрировать свою любовь К своим любимым персонажам и франшизам Товары могут быть значительным источником дохода для студий и авторов Фактически, некоторые франшизы, такие как Star Wars и Гарри Поттер Приносят больше дохода от продажи товаров, чем от продажи билетов Маркетинг играет решающую роль в реализации товаров Создавая сильный бренд и завоевывая лояльных поклонников Студии и создатели могут сформировать спрос на товары, которые фанаты будут активно покупать Приглушенный свет, попкорн в руке Предвкушение нарастает, когда начинаются вступительные титры Просмотр фильма или сериала — это любимое времяпрепровождение для многих Но бывают случаи, когда лучше просто остановить просмотр и двигаться дальше Как понять, что фильм или сериал тратят ваше драгоценное время? Вот некоторые признаки, на которые нужно обратить внимание Прежде всего, если сюжет не захватит вас в течение первых 15 минут, скорее всего, он не станет лучше Мы виноваты в том, что держимся за фильм или сериал, надеясь, что он улучшится Но чаще всего это просто становится пустой тратой времени Если вы не зацепились в первые минуты, пришло время переключиться на что-то другое Если вы обнаружите, что проверяете свой телефон или отвлекаетесь во время просмотра То это признак того, что фильм или сериал не удерживают ваше внимание У вас может возникнуть соблазн многозадачности Но если вы не полностью погрузитесь в историю, вы упустите ключевые детали Наконец, обратите внимание на общий тон фильма или сериала Если он слишком темный, жестокий или депрессивный, возможно, он не стоит вашего времени Выбор фильма или сериала может быть непростой задачей Но учитывая свое настроение, интересы, отзывы и рекомендации Вы сможете найти идеальный вариант для следующего просмотра Так зачем довольствоваться одним и тем же, когда есть целый мир развлечений, ожидающий вашего исследования Нельзя отрицать, что актеры являются одними из самых высокооплачиваемых профессионалов в индустрии развлечений В то время как некоторые актеры получают огромные зарплаты, достигающие десятков миллионов долларов Другие с трудом сводят концы с концами На самом деле, подавляющее большинство актеров зарабатывают очень мало денег на своем ремесле И лишь немногие избранные достигают высших эшелонов славы и богатства Так что же определяет зарплату актера? В игру вступает множество факторов В том числе их опыт, размер и масштаб проекта, над которым они работают И даже их репутация Но как насчет подающих надежды актеров, которые еще не достигли такого уровня славы и признания? Ну, их зарплаты могут сильно различаться в зависимости от проекта Независимые фильмы, например, часто имеют гораздо меньшие бюджеты, чем блокбастеры А это означает, что актерам может потребоваться сокращение заработной платы, чтобы участвовать в проекте А еще есть актеры, работающие в театре, где зарплаты могут быть еще более непредсказуемыми В то время как некоторые звезды Бродвея могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в неделю Многие актеры региональных театров зарабатывают гораздо меньше Иногда всего несколько сотен долларов в неделю Конечно, не только актеры зарабатывают деньги в индустрии развлечений Режиссеры, продюсеры и сценаристы также получают высокие зарплаты И даже члены съемочной группы, работающие за кулисами, могут неплохо зарабатывать Но нельзя отрицать, что актеры являются публичным лицом индустрии И поэтому они часто несут на себе основную критику, когда обсуждаются зарплаты Дело не только в размере зарплаты Актеры также могут вести переговоры о дополнительных возможностях Таких как процент от прибыли, бонусы за достижение определенных этапов Или даже право собственности на производство Традиционно актеры получали фиксированную плату за свою работу Этот гонорар будет оговариваться до начала производства И актер получит его независимо от того, насколько успешным окажется проект Но в последние годы появилась новая тенденция Платить актерам процент от прибыли На первый взгляд это может показаться более справедливым способом вознаграждения актеров Ведь если проект удался, то и актеры, которые над ним работали, должны разделить этот успех Но как и в большинстве случаев в индустрии развлечений, все не так просто Во-первых, не каждый проект гарантированно приносит прибыль На самом деле, многие проекты никогда не окупают свои производственные затраты, не говоря уже о прибыли В этих случаях актеры, работавшие над проектом, оставались бы ни с чем, даже если бы они вложили месяцы напряженной работы Несмотря на эти проблемы, многие актеры по-прежнему готовы рискнуть и получить процент от прибыли Во-первых, это может быть отличным способом заработать больше денег, если проект преуспеет Но помимо этого, это также может быть способом для актеров продемонстрировать свою веру в проект И показать, что они готовы тяжело работать, чтобы добиться успеха Написание сценариев для фильмов и сериалов — это большой труд Когда вы смотрите отличный фильм или смотрите захватывающий сериал, вы видите не только готовый продукт Вы видите результат бесчисленных часов напряженной работы сценаристов, которые должны создать захватывающую историю Придумать привлекательных персонажей и создать реалистичные диалоги, которые не только развивают сюжет, но и привлекают внимание зрителей Требуется много тяжелой работы, самоотверженности и творчества, чтобы создать захватывающую историю, которая привлечет внимание аудитории и будет удерживать ее от начала до конца Работа сценариста заключается не только в том, чтобы наносить слова на бумагу Речь идет о создании повествования, которое оживет на большом экране или в гостиной Сценарное мастерство — это вид искусства, требующий глубокого понимания среды В отличие от романов, сценарии должны рассказывать историю визуально, используя диалоги и действия для передачи смысла и эмоций Сценаристы также должны помнить о ограничениях в продолжительности, поскольку продолжительность большинства фильмов и телесериалов составляет менее двух часов Конечно, сам процесс написания — это только одна часть уравнения После того, как сценарий написан, он должен пройти множество исправлений и правок с учетом отзывов продюсеров, режиссеров и актеров И даже после того, как сценарий будет доработан, он может претерпевать дальнейшие изменения во время съемок, при этом диалоги и сцены переписываются прямо в процессе Еще один ключевой аспект сценарного мастерства — овладение искусством диалога Сценаристы должны уметь писать диалоги, которые кажутся естественными и реалистичными, а также служат для развития сюжета и раскрытия характера Они также должны уметь писать запоминающиеся шутки, которые зрители будут помнить еще долго после титров Одной из самых больших проблем при написании сценариев является создание привлекательных персонажей, которые зрители будут обсуждать и за которых будут переживать Будь то герой с недостатками, очаровательный злодей или причудливый помощник, каждый персонаж должен быть полностью реализован со своей собственной предысторией, мотивами и особенностями характера Наконец, сценаристы также должны помнить о производственных и бюджетных ограничениях своего сценария Написание остросюжетного приключения может показаться захватывающим, но если бюджет не позволяет использовать экзотические локации и дорогостоящие трюки Сценарий никогда не попадет на большой экран Сценаристы должны проявлять творческий подход и находить способы рассказать свою историю в рамках ограничений производственного бюджета От придумывания уникальной идеи до создания разносторонних персонажей, увлекательных диалогов и захватывающего сюжета Сценаристам приходится преодолевать множество неочевидных трудностей Но при самоотверженности, тяжелой работе и капельке удачи любой может написать сценарий, который увлечет зрителей и выдержит испытания временем Киноиндустрия — это бурлящий улей, в котором бесчисленное количество людей неустанно трудятся за кулисами, чтобы воплотить истории в жизнь на большом экране Это масштабное мероприятие, и для того, чтобы все прошло гладко, необходима огромная команда людей Но что именно входит в производство фильма и сериала? Съемочная группа состоит из множества отделов, у каждого из которых есть свои специфические задачи и обязанности От постановочного дизайна до костюмов и грима, от кинематографии до звукового дизайна Существует бесчисленное множество элементов, о которых необходимо позаботиться, чтобы создать успешный фильм И в каждом отделе есть своя команда квалифицированных специалистов, работающих в унисон, чтобы воплотить замысел директора в реальность Это немного похоже на хорошо смазанную машину, где каждая отдельная часть работает в гармонии с другими Но дело не только в том, что каждый занимается своим делом Ключевое значение имеет общение Каждый отдел должен быть в постоянном контакте друг с другом, чтобы все было слажено и работало для достижения одной цели И не только разные отделы должны быть синхронизированы Режиссер и продюсер также должны тесно сотрудничать, чтобы фильм или сериал не сбивались с пути и соответствовали их видению Между съемочными группами существует настоящее чувство товарищества С долгим рабочим днем и с сжатыми сроками важно, чтобы все могли положиться друг на друга и работать вместе как одна команда И с приливом адреналина, который приходит с волнением от создания чего-то особенного, нередко можно увидеть улыбки на лицах всех Даже после изнурительного дня на съемочной площадке Не только актеры оживляют фильм или сериал, но и армия опытных профессионалов, работающих за кулисами, каждый из которых вносит свой вклад в создание чего-то действительно особенного Это масштабное мероприятие, но с правильной командой и правильным отношением все возможно И давайте не будем забывать о бесчисленных часах подготовки к съемкам фильма еще до того, как будет включена хотя бы одна камера От написания сценария до кастинга, от поиска локации до создания раскадровки, этап подготовки также важен, как и сама съемка Не только актеры оживляют фильм или сериал, но и армия опытных профессионалов, работающих за кулисами, каждый из которых вносит свой вклад в создание чего-то действительно особенного Это масштабное мероприятие, но с правильной командой и правильным отношением все возможно Когда дело доходит до актерского мастерства, физическая подготовка часто рассматривается как дополнительная опция Но для актеров, которые хотят показать себя с лучшей стороны и вывести свое мастерство на новый уровень, поддержание здоровья тела и разума абсолютно необходимо Во-первых, физическая подготовка имеет решающее значение для способности актера играть сложные роли Будь то физически сложная боевая сцена или длинный монолог, хорошая физическая форма может иметь решающее значение для способности актера убедительно сыграть роль Выносливость, сила и гибкость являются ключевыми компонентами физической подготовки, которые могут помочь актеру оставаться на вершине своей игры Помимо непосредственных требований работы, физическая подготовка также может оказать глубокое влияние на общее самочувствие актера Доказано, что регулярные физические упражнения снижают стресс, улучшают настроение и улучшают когнитивные функции В такой требовательной и конкурентной сфере, как актерское мастерство, эти преимущества могут иметь неоценимое значение для психического и эмоционального здоровья актера Но физическая подготовка — это не только посещение тренажерного зала или пробежка Это также забота о своем теле и разуме другими способами Здоровое питание, достаточное количество сна и время для ухода за собой Все это важные компоненты физической подготовки, которые могут помочь актеру чувствовать себя лучше как на съемочной площадке, так и вне ее Уделяя первоочередное внимание своему здоровью и благополучию, актеры могут улучшить свои выступления, расширить свои карьерные перспективы И наслаждаться более счастливой и полноценной жизнью, как на сцене, так и за ее пределами При этом важно помнить, что избыточный вес не обязательно означает, что актер менее талантлив или менее способен Есть много успешных актеров, которые не соответствуют типичному голливудскому шаблону и добились успеха, используя свою уникальную внешность и таланты Более того, индустрия развлечений медленно, но верно становится более инклюзивной и принимает различные типы телосложения Теперь у актеров с избыточным весом больше возможностей найти работу, и многие постановки активно ищут исполнителей с разным опытом За последние годы мир кино претерпел огромные изменения С развитием технологий и меняющимися потребностями кинозрителей киноиндустрия должна была адаптироваться, чтобы оставаться актуальной Прошли те времена, когда простого сюжета и хорошей игры было достаточно, чтобы порадовать зрителей Сегодняшние кинозрители требуют большего от своего кинематографического опыта И кинематографисты должны реагировать соответствующим образом Одним из наиболее значительных изменений в потребностях кинозрителей стало появление иммерсивных впечатлений Сегодняшние зрители хотят быть полностью поглощенными сюжетом, который они смотрят И кинематографисты ответили на это передовыми спецэффектами, 3D-технологиями и экранами высокой четкости В результате получается более интенсивный и увлекательный кинематографический опыт, который позволяет зрителям почувствовать, что они являются частью действия Еще одним ключевым изменением в потребностях кинозрителей является стремление к разнообразному представлению В прошлом Голливуд был известен своим отсутствием разнообразия, и в фильмах часто фигурировали главным образом белые мужчины Сегодняшние зрители хотят видеть свое отражение на большом экране И кинематографисты ответили более разнообразным актерским составом и повествованием Рост потоковых сервисов также повлиял на потребности кинозрителей Благодаря удобному просмотру по требованию, кинозрители ожидают больше возможностей и гибкости в своих кинематографических впечатлениях Сервисы отреагировали созданием собственного контента и предложили более широкий выбор фильмов и сериалов, чем традиционные кинотеатры Это создало больше возможностей для независимых кинематографистов и предоставило зрителям доступ к более широкому кругу историй Наконец, социальные сети оказали значительное влияние на потребности кинозрителей Они упростили сегодняшним зрителям возможность делиться своими мыслями и мнениями о фильмах Это создало спрос на более социальные и политически сознательные фильмы Поскольку зрители хотят видеть истории, отражающие их ценности и убеждения Кинематографисты, которые могут удовлетворить эти потребности, обязательно преуспеют в этой быстро развивающейся отрасли В то время как актеры и актрисы могут быть в центре внимания, именно режиссеры являются истинным костяком любого фильма Именно они вдыхают жизнь в сценарий и превращают его в визуальный шедевр, завораживающий зрителей Однако это непростая задача Режиссеры сталкиваются с многочисленными проблемами, которые могут разрушить их фильм Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются режиссеры – управление логистикой съемок Это включает в себя координацию с многочисленными отделами, такими как съемочная группа, отдел звука, команда освещения и многое другое Обеспечение того, чтобы все оборудование было на месте и функционировало оптимально, является сложной задачей, требующей огромного внимания к деталям Любой технический сбой может привести к задержке съемок, что приведет к перерасходу бюджета и общей потере времени и ресурсов Еще одна проблема, с которой сталкиваются режиссеры – это управление актерами Несмотря на то, что актеры являются профессионалами, они могут быть темпераментными и непредсказуемыми Некоторые актеры могут не появиться вовремя или быть не в том настроении, чтобы произносить свои реплики В таких ситуациях режиссеры должны быть терпеливыми и дипломатичными, используя свои навыки работы с людьми, чтобы мотивировать актеров и вернуть их в нужное русло Еще одна проблема, с которой сталкиваются режиссеры – управление бюджетом Кинопроизводство – дорогое удовольствие И режиссеры должны следить за тем, чтобы они не выходили за рамки бюджета и в то же время создавать высококачественный фильм Это требует тщательного планирования и составления бюджета, пристального внимания к расходам и готовности принимать трудные решения, когда это необходимо Когда мы думаем о кинорежиссерах, мы часто представляем себе, как они удобно сидят в своих режиссерских креслах, выкрикивая приказы своим актерам и съемочной группе, воплощая в жизнь свое кинематографическое видение Но о чем мы не часто задумываемся, так это об огромном давлении и стрессе, которые сопровождают работу режиссера Долгие часы работы, сжатые сроки, постоянное решение проблем и попытка сохранить творческое видение могут серьезно сказаться даже на самых опытных режиссерах А когда что-то идет не по плану, разочарование и досада могут быстро перерасти в агрессию Они могут огрызаться на своих актеров и съемочную группу, набрасываться или даже бросать предметы в приступе ярости Режиссеры нередко бывают настолько поглощены своим видением, что теряют из виду более широкую картину, а их поведение может стать неустойчивым и непредсказуемым Фильмы и сериалы способны увлечь нас, перенести в разные миры и погрузить в истории, которые иначе мы бы никогда не увидели Тем не менее, как каждый знает, не все фильмы и сериалы одинаковы Некоторые заставляют нас скучать и не интересоваться, задаваясь вопросом, почему мы вообще тратим время впустую Так почему же некоторым фильмам и сериалам не удается привлечь наше внимание Ответ кроется в сложном сочетании факторов, влияющих на создание по-настоящему захватывающей истории Одна из основных причин, по которой некоторые фильмы и сериалы скучны, заключается просто в том, что они не вызывают у нас эмоционального отклика В хорошей истории должны быть персонажи, которые нам не безразличны, с мотивами, которые мы понимаем и которые нам близки Без этой эмоциональной связи нам просто все равно, что будет дальше Это как смотреть спортивную игру между двумя командами, которые вам не интересны Другая причина, по которой некоторые фильмы и телепередачи не привлекают нашего внимания, заключается в том, что в них отсутствует ощущение безотлагательности или напряжения У хорошей истории должны быть ставки, что-то, что персонажи могут выиграть или проиграть Без этого чувства напряжения нет причин продолжать смотреть Это как смотреть фильм, конец которого уже известен Нет ни удивления, ни предвкушения Но, пожалуй, самый важный фактор в том, скучен ли фильм или сериал, это темп Хорошая история должна быть динамичной, с устойчивым ритмом, который удерживает нас вовлеченными и заинтересованными Если история движется слишком медленно, нам становится скучно Если он движется слишком быстро, у нас не будет времени осознать, что происходит, и мы будем перегружены Темп — это тонкий баланс, и во многих фильмах и сериалах его не удается найти правильно Конечно, есть много других факторов, которые могут сделать фильм или сериал скучным Плохой сценарий, плохая игра актеров, неинтересная операторская работа и так далее Но, в конце концов, именно эмоциональная связь, ощущение безотлагательности и ритм создают или разрушают историю Не секрет, что даже лучшие актеры и актрисы допускают ошибки во время съемок Иногда они забывают свои реплики, или их костюмы выходят из строя, или они просто спотыкаются и падают И когда эти ошибки случаются, они могут создать одни из самых запоминающихся и веселых моментов в истории кинематографа Это неожиданные моменты веселья, которые заставляют нас любить наши любимые фильмы и сериалы еще больше От пропущенных строк до спотыкания о реквизит Ляпы могут варьироваться от незначительных неудач до полномасштабных катастроф Но почему же мы их так любим? Возможно, это потому, что ляпы очеловечивают наших любимых актеров и актрис Они напоминают нам о том, что даже самые талантливые и безупречные исполнители все еще подвержены ошибкам И давайте смотреть правде в глаза, видеть, как они смеются, ругаются или ломают характер, может быть совершенно милым Но ляпы — это не просто развлечение для зрителей Они также являются ценным инструментом для кинематографистов Изучая ошибки, возникающие во время съемок, режиссеры и монтажеры могут определить области, в которых можно сделать улучшение А в некоторых случаях ляпы могут даже вдохновить на создание новых сцен или диалогов, которые войдут в окончательный вариант Конечно, не каждые ляпы попадают в финальную версию Некоторые из них просто слишком смущают или неуместны, чтобы их включать Но благодаря увеличению количества выпусков DVD и Blu-ray Многие ляпы, которые когда-то были спрятаны в глубинах студийных архивов, теперь легко доступны для поклонников Один из самых удивительных моментов, которые мы склонны упускать из виду — это использование цвета Кинематографисты используют цвет по-разному, чтобы усилить эмоциональность и атмосферу истории Например, теплые цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, создают ощущение тепла и волнения А более холодные окраски, такие как синий и зеленый, создают спокойное и безмятежное настроение Эти цвета могут использоваться для обозначения особенностей характера или даже предзнаменования событий Также одной из самых удивительных деталей, которую мы склонны упускать из виду, является использование предзнаменований Кинематографисты часто используют тонкие намеки на протяжении всего фильма или сериала, чтобы намекнуть на то, что будет дальше Это можно сделать с помощью диалогов, визуальных подсказок или даже деталей фона Эти намеки часто упускаются при первом просмотре, но становятся понятными при последующих Прошли времена громоздких камер и дорогой фотопленки Современные кинематографисты имеют доступ к высококачественным цифровым камерам, которые легки и просты в использовании Это позволяет им снимать потрясающие визуальные эффекты и рассказывать свои истории способами, которые раньше были невозможны Но меняются не только технологии, то, как мы рассказываем истории, также изменилось Сегодняшние кинематографисты более разнообразны, чем когда-либо прежде Они привносят в киноиндустрию новые перспективы и свежие идеи Они рассказывают истории, которые когда-то считались табу и бросают вызов традиционным нарративам Кинематографисты из разных слоев общества теперь получают возможность рассказать свои истории и поделиться своими уникальными взглядами Это не только привело к более разнообразному и репрезентативному содержанию, но также позволило глубже понять и сочувствовать различным культурам Киноиндустрия — это загадка, которая может быть столь же непредсказуемой, сколь и увлекательной Это мир, в котором небольшой малобюджетный инди-фильм может мгновенно стать классикой А многомиллионный блокбастер может стать колоссальным провалом Но что заставляет одни фильмы взлетать, а другие рушатся и гореть? В основе каждого успешного фильма лежит захватывающая история Хорошая история — это основа, на которой строится фильм И это то, что удерживает аудиторию от начала до конца Хорошо рассказанная история может перенести нас в другой мир Познакомить с очаровательными персонажами и вызвать у нас целый ряд эмоций От радости и смеха до страха и печали Но одной хорошей истории недостаточно, чтобы гарантировать успех Время также имеет решающее значение Фильм, который выходит в нужное время, когда публика жаждет чего-то нового и захватывающего Может мгновенно стать хитом Например, фильм ужасов, выпущенный незадолго до Хэллоуина Имеет больше шансов преуспеть, чем фильм, выпущенный в середине лета Маркетинг также играет огромную роль в определении успеха фильма Хорошо проведенная маркетинговая кампания может вызвать ажиотаж и предвкушение Заинтересовав людей фильмом еще до его выхода С другой стороны, плохо продаваемый фильм может остаться незамеченным и быть забытым Кастинг фильма также имеет решающее значение Известный актер или актриса может привлечь аудиторию и придать фильму ощущение важности Талантливый актерский состав может улучшить даже самый посредственный сценарий В то время как слабый актерский состав может погубить потенциально отличный фильм Режиссеры также играют важную роль в успехе Опытный режиссер может взять хороший сценарий и превратить его в шедевр В то время как менее опытный режиссер может испортить отличную историю Режиссерское видение, стиль и умение работать с актерами могут создать или разрушить фильм Стиль режиссера еще один критический фактор, который может предрешить успех фильма или сериала Каждый режиссер имеет уникальный стиль, который отличает их от других У некоторых режиссеров есть определенный жанр, в котором они преуспевают В то время как у других есть особый визуальный стиль или стиль повествования, который отличает их от других Стиль режиссера может помочь создать запоминающийся фильм, который будет выделяться на фоне многолюдного кино Наконец, есть нематериальный фактор удачи. Иногда фильм просто вызывает отклик у зрителей, становясь культурным явлением, которое никто не мог предсказать. В других случаях фильм, который кажется безошибочным хитом, может провалиться по причинам, которые никто не может объяснить. В последние годы в индустрии развлечений наблюдается замечательная тенденция переделывать классические фильмы и сериалы. Ремейки от любимых детских фильмов до культовой классики в наши дни кажутся повсюду. Этот всплеск ремейков вызвал споры как среди зрителей, так и среди критиков. Одни хвалят новые интерпретации, а другие критикуют их как ленивые попытки нажиться на ностальгии. Итак, что движет этой тенденцией? Одним из факторов, несомненно, является сила ностальгии. У всех нас есть воспоминания о просмотре определенных фильмов или сериалов с семьей и друзьями. И возможность вернуться к этим воспоминаниям может быть неотразимой. Ремейки позволяют нам пережить этот опыт, наслаждаясь современными ценностями и обновленными сюжетными линиями. Но одна только ностальгия не может объяснить широкую популярность ремейков. Еще одна причина их популярности — то, как они могут вдохнуть новую жизнь в знакомые истории. Отличный ремейк может взять любимую классику и сделать ее свежей и актуальной для нового поколения. Обновляя обстановку персонажей или темы, ремейк может использовать текущие культурные тенденции и общаться с более молодыми зрителями. Конечно, не все ремейки одинаковы. Некоторые из них плохо выполнены и не могут передать магию оригинала. Лучшие ремейки обеспечивают баланс между уважением к исходному материалу и привнесением чего-то нового. Недавний всплеск ремейков — сложное явление, которое говорит о нашей ностальгии, нашем желании по-новому взглянуть на знакомые истории. Любите вы их или ненавидите, ремейки никуда не денутся. И будет интересно посмотреть, как они будут развиваться в ближайшие годы. Снять фильм — немалый подвиг. От написания сценария до кастинга каждый шаг требует усилий и, конечно же, денег. А как каждый знает, чем больше фильм, тем больше бюджет. Но с появлением инди-фильмов и демократизацией кинооборудования возможно ли удешевлять фильмы без ущерба для качества? Давайте взглянем на некоторые расходы, связанные с созданием фильма. Прежде всего, это цена таланта. Знаменитые актеры и режиссеры обходятся недешево, и их зарплата может составлять значительную часть бюджета. Затем идут затраты на производство. Костюмы, декорации, спецэффекты и так далее. И давайте не будем забывать о затратах на маркетинг, которые легко могут исчисляться миллионами долларов. Но, возможно, самым большим изменением в удешевлении фильмов стало развитие цифровых технологий. С появлением доступных цифровых камер и программного обеспечения для монтажа кинематографистам больше не нужно полагаться на дорогую кинопленку или оборудование для постпродакшена. Это открыло совершенно новый мир возможностей для независимых кинематографистов, которые теперь могут снимать высококачественные фильмы с относительно небольшими бюджетами. Конечно, всегда будут высокобюджетные блокбастеры, на создание которых уходят миллионы долларов. Но демократизация кинопроизводства привела к появлению нового поколения кинематографистов, которые используют творческий подход и находчивость для создания фильмов, столь же убедительных, если не более привлекательных, чем их высокобюджетные аналоги. Более того, удешевление фильмов необязательно означает жертвование художественным видением. На самом деле, ограниченный бюджет может заставить кинематографистов быть более креативными и мыслить нестандартно. Они могут исследовать нетрадиционные методы повествования, использовать практические эффекты вместо дорогой компьютерной графики и полагаться на звуковой дизайн для создания атмосферы вместо дорогих декораций. Это может привести к созданию более оригинальных и запоминающихся фильмов, поскольку они выделяются из толпы высокобюджетных блокбастеров. Голливудские студии, как правило, перестраховываются и придерживаются проверенных формул, поскольку они не хотят вкладывать миллионы долларов в непроверенные концепции. Но независимые кинематографисты могут позволить себе рискнуть и раздвинуть границы киноиндустрии. Это может привести к новаторским фильмам, которые бросают вызов нашим предположениям и расширяют наши горизонты. Есть что-то поистине волшебное в походе на премьеру фильма в кинотеатре. С того момента, как вы войдете внутрь, вы почувствуете предвкушение в воздухе, как будто каждый ждет чего-то невероятного и знает, что находится в нужном месте, чтобы испытать это. Стены украшены афишами фильмов, а над головой мерцают яркие разноцветные огни, как будто кинотеатр готовится перенести вас в совершенно другой мир. И когда вы пробираетесь к своему месту, вы не можете не чувствовать волнение, бурлящее внутри вас. Когда гаснет свет, вы усаживаетесь в кресло и позволяете себе увлечься волшебством большого экрана. Каждая деталь, каждый звук и каждый момент предназначены для того, чтобы погрузить вас глубже в историю, разворачивающуюся перед вашими глазами. И когда фильм наконец начинается, вы полностью сметены. Вы больше не в кинотеатре, вы в совершенно другом мире. Вы живете и дышите историей вместе с персонажами, чувствуя каждую эмоцию, как если бы она была вашей собственной. Но не только сам фильм делает этот опыт таким особенным. Это общее чувство удивления и волнения, которое пронизывает весь кинотеатр. Вздохи, смех и аплодисменты – все это добавляет опыта, делая его похожим на коллективное мероприятие. И когда фильм наконец заканчивается, у вас остается ощущение, что вы были в диком приключении. Выходишь из кинотеатра с чувством радости, удивления и удовлетворения. Это уникальный опыт, которым мы всегда будем дорожить. В мире, где мы так заняты и рассеяны, поход на премьеру фильма дает возможность замедлиться и восстановить связь с магией кино. Это напоминание о том, что истории могут нас увлечь, фильмы могут вдохновить и что общий опыт может сблизить нас. Фильмы или сериалы – вечный вопрос, который терзает умы любителей развлечений повсюду. Оба формата имеют свою уникальную привлекательность, но какой из них лучше? Ответ не так прост, как можно подумать. Все зависит от того, что вы ищете. Кино всегда было популярным форматом для вечернего развлечения. Они предлагают полную историю за короткий промежуток времени, обычно продолжительностью не более двух-трех часов. Это означает, что история должна быть лаконичной и по существу. Оставляя мало места для развития персонажей или замысловатых поворотов сюжета. Тем не менее, ограниченные временные рамки также означают, что фильмы должны быть насыщенными действиями и захватывающими от начала до конца. Они должны захватить внимание зрителя и удерживать его до самого конца. Но пока не сбрасывайте со счетов сериалы. Благодаря более длительному времени просмотра, сериалы обладают уникальной способностью полностью развивать персонажей и сюжетные линии в течение нескольких сезонов. Мы вкладываемся в жизнь персонажей, наблюдая, как они растут и меняются так, как фильмы просто не могут сравниться. А с появлением потоковых сервисов мы теперь можем смотреть целые сезоны за один присест, погружаясь в мир на несколько часов подряд. Конечно, у обоих форматов есть недостатки. Фильмы часто могут казаться поспешными, а важные детали упущены из-за нехватки времени. И хотя у сериалов больше времени для конкретизации сюжетных линий, они также могут страдать от второстепенных эпизодов, которые мало способствуют развитию сюжета. Кроме того, с таким количеством доступных вариантов потоковой передачи может быть сложно решить, что смотреть дальше. Каждый формат предлагает что-то уникальное и ценное, и в конечном итоге все сводится к личным предпочтениям. Являетесь ли вы поклонником величия большого экрана или глубины развития персонажей в сериалах, нельзя отрицать, что оба вида развлечений имеют свою собственную магию. Режиссеры – невоспетые герои киноиндустрии. Это провидцы, которые воплощают истории в жизнь, превращая слова на странице в увлекательные изображения на большом экране. Но за блеском и гламуром Голливуда скрывается целый мир проблем и препятствий, с которыми приходится сталкиваться режиссером во время съемок. Одна из самых больших трудностей, с которыми сталкиваются режиссеры – управление эго-актеров. Некоторым актерам требуется особое отношение или предъявляются особые требования, которые может быть сложно удовлетворить. Управление этими личностями требует тонкого баланса дипломатии и такта, а также сильных лидерских качеств. Еще одна проблема связана с непредсказуемым характером кинопроизводства. Независимо от того, сколько планирования и подготовки уходит на проект, в любой момент могут возникнуть неожиданные препятствия. Погода может измениться, оборудование может выйти из строя, могут произойти несчастные случаи. Режиссеры должны уметь думать на ходу и придумывать творческие решения, чтобы производство продвигалось вперед. Время – еще один враг, с которым режиссеры должны бороться. Графики съемок часто бывают плотными, и всегда есть необходимость не сбиться с пути и не выходить за рамки бюджета. Это означает, что режиссеры должны эффективно распоряжаться своим временем, принимать быстрые решения и внимательно следить за временем. Техническая сторона кинопроизводства также может представлять трудности для режиссеров. Они должны тесно сотрудничать с оператором, чтобы добиться желаемого внешнего вида фильма. Это требует глубокого понимания, какие нужны ракурсы, освещение и других технических аспектов кинопроизводства. Наконец, режиссеры должны также управлять ожиданиями производителей, инвесторов и других заинтересованных сторон. Они должны сбалансировать творческое видение фильма с коммерческими реалиями индустрии. Это означает принятие трудных решений и компромиссов, которые могут повлиять на конечный продукт. Несмотря на эти проблемы, награды кинопроизводства неизмеримы. Для режиссеров возможность воплотить свое творческое видение в жизнь – это сбывшаяся мечта. А для зрителей возможность ощутить магию кино – это незабываемое впечатление. Работа режиссера требует не только технического мастерства и управленческих навыков, но и уникальной способности вдохновлять и мотивировать команду. На плечах режиссера лежит ответственность за моральный дух на съемочной площадке, что становится критически важным, когда проект сталкивается с неизбежными трудностями. Эмоциональное лидерство – способность поддерживать высокий уровень энергии и оптимизма среди актеров и съемочной группы – часто определяет, насколько успешно проект преодолеет трудности. Режиссеры также сталкиваются с необходимостью адаптации своего видения к реальным условиям производства. Иногда это означает изменение сценария на ходу или отказ от некоторых идей в пользу более выполнимых. Эта гибкость может быть тяжелым испытанием для творческого человека, стремящегося сохранить свою художественную целостность. В этом динамичном и непредсказуемом мире кинопроизводства режиссеры должны обладать как невероятной стойкостью, так и творческой гибкостью, чтобы превращать каждое препятствие в возможность для творчества. Именно эта способность преобразовывать проблемы в потенциал для инноваций делает их истинными героями кинематографа. Костюмы — неотъемлемая часть фильмов и сериалов. Они добавляют общей визуальной привлекательности постановки, а также помогают зрителям понять персонажей и историю. Художники по костюмам играют важную роль в производственном процессе. Они начинают свою работу с изучения периода времени обстановки и персонажей, чтобы создать аутентичные и правдоподобные костюмы. Они рассматривают ткани, цвет и функциональность каждого костюма, принимая во внимание личность персонажа и требования истории. Костюмы можно использовать для переноса зрителей в разные периоды времени и даже в альтернативные вселенные. Они могут вызвать чувство ностальгии или страха, и могут помочь зрителям понять мотивы и личность персонажа. Например, в фильме «На средневековую тематику» костюмы могут помочь зрителям понять социальную иерархию того времени. Члены королевской семьи будут носить сложную и дорогую одежду, а крестьяне будут носить простую. Костюмы также могут помочь установить обстановку, облегчая зрителям погружение в историю. В научно-фантастическом фильме костюмы также могут использоваться для представления футуристического мира и культуры, в которых разворачивается история. Костюмы могут отражать передовые технологии, инопланетные расы и социальные нормы мира, в котором живут персонажи. Они могут варьироваться от гладких металлических комбинезонов до сложной одежды, вдохновленной инопланетянами. Футуристические костюмы также могут вызвать чувство благоговения и удивления, перенося зрителей в мир за пределами нашего собственного. Костюмы супергероев созданы не только для того, чтобы отражать сверхспособности персонажа, но и для того, чтобы визуально передать его личность. Костюмы могут установить ценности и мотивы персонажа. Например, супергерой, одетый в темный и задумчивый костюм, может означать его серьезность и целеустремленность. Напротив, яркий костюм может представлять более оптимистичную и веселую личность. Дизайн костюма также может передать культурное происхождение, наследие или личные предпочтения персонажа. Кроме того, костюмы также могут быть использованы для создания чувства иронии или юмора в истории. Персонаж, одетый в неожиданный или неуместный костюм, может усилить комедийный эффект сцены. Когда вы видите своих любимых актеров на экране, вы можете задаться вопросом, что они делают весь день на съемочной площадке. Вы можете представить себе, как они потягивают лати в своих трейлерах, получают ретушь от визажистов или репетируют реплики со своими коллегами по фильму. Но правда в том, что актеры – занятые существа. И для создания фильма или сериалов нужно гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Прежде всего, актеры тратят много времени на подготовку к своим ролям. Это означает изучение персонажа, которого они будут играть, изучение сценария и понимание мышления человека, которого они изображают. Они могут встретиться с режиссером и другими актерами, чтобы обсудить своих персонажей и историю в целом, а также поработать с тренерами над совершенствованием своего акцента, физических движений или других навыков, которые требуются для их ролей. После начала съемок актеры проводят долгие часы на съемочной площадке, часто пребывая до рассвета и уезжая после захода солнца. Они могут часами снимать одну сцену, повторяя одни и те же реплики и движения снова и снова, пока режиссер не будет удовлетворен. В перерывах между дублями они могут пересмотреть свои реплики, перекусить или поболтать со своими коллегами по фильму, чтобы создать химию и дух товарищества. Но съемка — это не только гламурные моменты, которые вы видите на экране. Актеры также проводят много времени в ожидании. Они могут ждать, пока настроят освещение, настроят камеру или пока будут сняты другие сцены. Это время простое, может разочаровывать, но это необходимая часть процесса. Актеры используют это время, чтобы отдохнуть, просмотреть свои реплики или просто понаблюдать за тем, что происходит на съемочной площадке. Помимо съемок, актеры также могут уделять время продвижению своих проектов. Это могут быть интервью с журналистами, выступления на ток-шоу или посещения премьер и мероприятий для продвижения своей работы. Эти действия могут быть утомительными, но они являются важной частью распространения информации о новом фильме или сериале. Кроме того, актеры часто участвуют в благотворительных и общественных мероприятиях, что позволяет им поддерживать положительный образ в глазах публики и вносить свой вклад в общество. На этих мероприятиях они могут встречаться с фанатами, подписывать автографы и даже проводить мастер-классы, делиться своим опытом и знаниями с молодыми актерами или благотворительными организациями. Также нельзя забывать о постпродакшене. После окончания съемок актеры могут быть задействованы в дополнительной озвучке или участвовать в монтаже своих сцен, чтобы убедиться, что их персонажи точно передают нужные эмоции. Это требует тонкого понимания как своего персонажа, так и технических аспектов кинопроизводства. Процесс создания сериала или фильма невероятно сложен и включает в себя множество различных этапов, каждый из которых требует времени и опыта. Во-первых, давайте поговорим о сериалах. Время, необходимое для создания сериалов, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Некоторые из них выпускаются еженедельно, а новые серии выходят в эфир каждую неделю в течение сезона. Другие сериалы могут быть созданы все сразу, а затем выпущены целиком на потоковой платформе, такой как Netflix или Amazon Prime Video. Для еженедельных сериалов процесс обычно начинается за несколько месяцев до выхода в эфир первого эпизода. Сценаристы начинают с разработки концепции и написания сценария пилотного эпизода. Как только пилот получит зеленый свет, сценаристы приступят к работе над остальными эпизодами сезона. Это может занять несколько месяцев, так как каждый эпизод должен быть тщательно проработан и доработан, чтобы гарантировать, что он вписывается в общую сюжетную линию сезона. После того, как сценарии будут готовы, съемочная группа приступит к подбору актеров, поиску локаций и разработке декораций и костюмов. Это может занять еще несколько месяцев, так как каждый аспект должен быть тщательно спланирован и реализован. Время, необходимое для создания фильма, зависит от нескольких факторов, включая жанр, бюджет, сценарий, съемочную группу и видение режиссера. Однако в среднем на создание фильма от замысла до релиза уходит около двух-трех лет. Первым шагом в создании фильма является процесс написания сценария. Этот процесс может занять от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от сложности истории и количества необходимых исправлений. После того, как сценарий готов, следующим шагом является подготовка к съемкам, когда нанимается съемочная группа, определяются локации и определяется бюджет. Фактически съемочный процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от размера и сложности производства. В это время съемочная группа неустанно работает над тем, чтобы запечатлеть замысел режиссера на камеру. Каждая деталь, от освещения до звука и спецэффектов, должна быть идеальной, чтобы создать цельный кинематографический опыт. После завершения съемок начинается процесс постпродакшена. Это включает в себя монтаж, звуковой дизайн и визуальные эффекты. Постпродакшен может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности фильма и количества необходимых спецэффектов. После завершения постпродакшена фильм готов к прокату. Однако прежде чем общественность увидит его, необходимо предпринять еще несколько шагов. К ним относятся маркетинг и продвижение, кинофестивали и сделки по распространению. Все шаги могут занять от нескольких месяцев до года и более.